Привет, друзья! Давно обещала вам это видео протестировать новинку каталогов. Это двухсторонний карандаш для бровей Кушон. Вот так он выглядит в каталоге Джордани Голд и Коник. У него два цвета, светлый и коричневый. Вот он представлен, вот таким вот образом. И на конце у него такая вот пуховочка, есть спонжик такой. И давайте же мы его посмотрим, как он выглядит. Джордани Голд это люксовая линейка компании Арифлейм в серии. Всегда идет такая вот картонная упаковочка, красивая, черно-золотой дизайн. Ну, действительно, тактильное ощущение, простите, очень у него приятное у этой серии. Ну, люкс, он есть люкс. Ладно, давайте дальше. Сейчас я вам покажу. Можете заскринить. Это коды, коды карандашиков. И давайте я вам сейчас их скажу. 37 977 Brown это коричневый, А 37 976 номер меньше. Это блонд, это светлый для блондинок. Открываем карандаши. Как же они у нас выглядят. Посмотрим. Такая коробочка. Вот они, красавчики. Смотрите, как красиво, да, держать в руках вот такую прелесть. Ну, сразу чувствуется, что здесь вообще в Джордане Голд все продумано в дизайне от, скажем, все до мелочей. То есть вот он, он люкс, он сразу его видно. Вот карандашики. Открываем. Здесь идет стержень. Чтобы хорошо ориентироваться, вот это вот граница. Золотинка – это как распуховочка с этой стороны находится. Без золотинки – это сам стержень, сам грифель карандаша. Сейчас покажу в камеру вот такой вот треугольный срез. Видите, треугольничком сделано. И отсюда выдвигается сам, собственно говоря, стержень, сам карандашик. Как бы вы его не стачивали в процессе пользования, при каждом подкрутке, да, когда вам нужно подкрутить, он будет сам подстрагиваться и принимать опять же вот эту треугольную форму. Видите, вот он, треугольничком неровный, не круглый. Именно треугольником у него, стороны треугольника. Это светлый. Соответственно, здесь выкручивается, не надо ее дергать, она выкручивается. Здесь идет пуховочка. Ну, как я ее называю, пуховочка – это спонж. Спонж, наполненный пигментом. Пигмент – это тени. Стержень карандаша и тени одинакового цвета. Давайте мы его сразу и засводчим. Так, где у меня тут светло, чтобы вам было видно. Давайте я его подкручу, чтобы не сломать, потому что он такой хрупкий, мягкий. Карандаш очень мягкий. Вот я его наслоила. Соответственно, сейчас рядом я покажу вам пигмент этого карандаша. Вот они, тени пошли. Видите, такого же цвета. Но сразу даже на сводчиках видно, чем отличается сам стержень и тени. Они абсолютно разные. И также будут на бровях. Закручиваем. Следующий сводч у нас пойдет. Это коричневый карандаш. Дергаем. Также выдвигается. Также он треугольный. Темный, да? Темно-коричневый. Сейчас попробую вам сводчить. Итак, это темно-коричневый. Очень. Так, вот. Цвет поймала. Не сразу поймаешь. Смотрите, как он отличается. Видите? Я его наслаиваю специально пожирнее, чтобы вы видели, как можно интенсивно наносить его. И пуховочка с пигментом. Как раз с тенями. Точно такого же цвета. Видите? Ну, нарисовала называется. Слушайте, простите. Ну, вот так. Потому что здесь идут уже сухожилия, да, у нас на руке. Ну, по крайней мере, видно. Вот они. Светлый и темный. Это сводча. Буду рисовать, конечно же, на своих суперсветлых бровях. Сразу увидите контраст и сориентируйтесь, какой карандашик вам покупать. Хочу сказать следующее. Почему вот эта фишка... В чем фишка вот этого карандаша? Стержень и вот этот вот пигмент всегда у визажистов применяется хитрость. Сначала бровки прорисовываем карандашом. Потому что карандаш у нас прорисовывает недостающие волоски на бровях. Ну, и придают как бы четкость, да, то есть линию. Саму линию бровей. А затем, после того, как карандашом мы прорисовали реснички, сделали очертания нашим бровям, придали форму, наносятся тени. Тени дают объем. Вот этот вот объем, который никогда не даст карандаш. Как бы вы ни старались, объем на волосках вы не получите только с помощью теней. Поэтому в любом косметическом бренде, если вы посмотрите, есть отдельно карандаши и отдельно тени для бровей. Вот для этого они и существуют. А здесь мы сразу покупаем два в одном. То есть карандаш и сразу тени. Я давно ждала такой карандаш в каталогах, потому что много-много лет назад я покупала в магазине другой фирмы. Я сделаю сравнение, сравню эти карандашики, чуть позже будет видео. И мне это очень понравилось, потому что очень удобно. Причем, девчата, вот этой пуховкой, вот этим спонжиком, если у вас хорошие бровки, вы можете просто придать объем. Если у вас четкие такие бровочки, темненькие, можете не прорисовывать, а просто придать объем вот этими тенями. А теперь давайте же посмотрим, как они на бровях будут. Я, конечно, не буду каждый волосочек в камере прорисовывать. Покажу потом. Ну, как бы сейчас вот начну, потом выключу камеру и покажу, что у меня получилось, как карандашом получились бровки. Хорошо? Договорились? Итак, смотрите, вот у меня светлый карандаш на бровях. Давайте я камеру поднесу, чтобы можно было рассмотреть. Вот он. Вот они, светленькие бровочки. Видите, карандаш? Очень мягкий, хорошо прорисовывает. И сейчас попробую здесь же нанести, простите, нанести вот этот вот тень и пигмент. А чем хороши вот эти тени? Мы здесь же с помощью теней растушевываем границу карандаша и придаем объем нашим бровочкам. Посмотрите, совсем другой эффект, совсем другие бровки. Конечно, дополнительно еще можно и расчесать их, что я, собственно говоря, всегда делаю. Расчесали бровки, убрали лишнее. И для закрепления, так как карандаш очень-очень, девочки, мягкий, прям очень мягкий, жирный, я пользуюсь еще вот восковым карандашиком, то есть я фиксирую волосочки вот этим вот восковым невидимым карандашом. Конечно, будет вообще замечательно и здорово, классно, если взять водостойкий гель для бровей. Ну, тогда вообще никаких проблем с погодой не будет. Это был светлый, светлый карандаш для блондинок. Вот для таких вот белобровых, как я, девушек. Теперь я возьму темный карандаш. Ну, здесь сразу будет отличие кардинальное, поэтому смотрим. Причем, вы знаете, я вот абсолютно слегка-слегка его наношу, но вот на моих светлых бровях, видите, какой сразу контраст. Если чуть потемнее, пожирнее, то будет совсем прям темный-темный. Вот повторяю, вот он, знаете, девчата, он такой жирный карандаш, что вот буквально вот малейшее прикосновение к коже. Ну, он прям вот, ну, вот прям как красками рисует. Вот, видите, так вот они отличаются, то есть светлый и темный. И теперь, если еще добавить у нас тенями, растушевать вот эту вот границу, скажем. Добавить объема бровкам. Ну, прям будет супер, супер-пупер, да, контрастно. Супер прям темные брови. Ну, конечно, для блондинок вот этот цвет совсем никак не идет, но я вам показала именно для брюнеток, что это карандаш для брюнеток, и это очень здорово. Все, вот такие у нас получились с вами сводчи. Надеюсь, я вам помогла в выборе этого карандашика, двустороннего карандаша. Но сразу хочу вам, вот я постоянно повторяю это в видео, если вы уже заметили, знаете, как слово паразит, поэтому, простите, очень мягкий, очень мягкий и жирный карандаш. Ну, коричневый оставлю себе. Попробую делать подводку для глаз. Я думаю, вообще хорошо пойдет. Ну, или кому-нибудь подарю, у кого темные брови. Вот они, светлый темный карандаш. Сводчи можете фотографировать. Все, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео со своими друзьями и в команде, в команде своей. Прекрасных вам покупок. Оставляйте комментарии, понравился вам карандаш. Возможно, вы уже купили, а если не купили, то, думаю, помогла вам с выбором определиться, какой оттеночек выбрать. Ставьте лайки, пишите в комментариях, мне очень интересно. Правда, я с удовольствием читаю ваши комментарии и на них отвечаю. До новых встреч. Пока-пока.